Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим задачу номер 16 проповедного идеи по математике. Это планиметрия. Что есть задача такое? Прямая, проходящая через вершину В прямоугольника АВСД, перпендикулярно диагонали АС, пересекает сторону АД точки М, равноудалённой от вершин В и ИД. Докажите, что лучи ВМ и ВД делят угол АВС на три равные части. Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой СМ, если ВС равно 6 корня с 21. Вот я начинаю рисовать. Так, у меня есть прямоугольник. Прямоугольник АВСД. Там еще сказано про диагональ АС. Есть прямоугольник, проходящая через вершину В, перпендикулярно АС. АИ пересекает сторону АД. А где сторона АД? Где пересекает АД точкой равноудалённой. Что-то не то. Нет. Это такой момент. Так, дальше идут. Что-то не то. АД не пересекает. Как быть? Что-то надо изменить. Пробуем, что можем изменить. Давайте поменяем местами В и ИД. Так, диагональ АС из точки В. Перпендикулярно диагонали АС и пересекает в сторону АД. Точки М. Все хорошо. Так, читая дальше условия. Точка М равноудалённой от вершин В и ИД. От точки В и от точки Д. Точка М должна быть равноудалена. Рисунок тоже не очень хорош. Тогда нужно рисовать по новой. Поверьте, когда человек решает задачи по планиметрии или по стриметрии, так, рисунки бывают именно вот такими. Не сразу получаются. А тогда читаю условия дальше, и, может, там есть подсказка. Так, там, скажем, лучи В и ВД делят угол АВШ на три равные части. Тогда пусть это будет АВСД, что мы уже примерно нашли. Дальше делаю что? 90 градусов примерно делю на три равные части. Да, причём вот эта третья часть должна быть точка Д. Так, тогда вот это тоже. Так, это у меня С. Вот на три равные части должны быть по 30 градусов. Вот точка М. Вот там перпендикуляр. И тогда ВМ и МД должны быть равны. Вот с таких позиций я уже делаю настоящий рабочий чертёж. Вот он. Что нам известно? Известно, что ВМ равно МД. Как только смотрим вот это дело, мы понимаем, что треугольник ВМД равнобедренный, на эти углы при основании равны. То есть, вот этот угол, скажем, первый угол равен второму. Из-за того, что треугольник равнобедренный. Да, мы сильно не забываем. Мы хотим доказать, что вот эти три угла равны. И понятно, что они должны быть равны по 30 градусов. Разве речь идёт о этих углах, то, естественно, второй кандидат на рассмотрение, вот этот угол. Скажем, третий угол. Что можно сказать об этом угле? Понятно, что угол 3 и угол 1 тоже равны. Как внутренние накрест лежащие углы при параллельных прямых высых и АД и их секущей ВД. Накрест лежащие. Так. Достаточно много равных углов. Остаётся вот последний угол. Как быть с ним? Оказывается, тут тоже небольшая китрыщ. Смотрим треугольник ОАД. Понятно, что ОАА и ОД равны, как половина диагоналей прямоугольника. Раз они равны, то углы 1 и 4 тоже равны. Как углы при основании равнобедренного треугольника. А что есть угол 4? Это есть угол 5. Вот почему этот приём называется подсчёт углов. Видите, сколько углов мы рассматриваем. Угол 5 равен углу 4, как накрест лежащие. А для чего мы это рассматриваем? Так. Чтобы использовать вот этот угол. То, что ВП было перпендикулярно АСИ, было в условии, и это обязательно должно быть где-то использовано. И мы рассматриваем треугольник ВПС. Получается, что углы 2, угол 3, их сумма точнее, и угол 5 – это сумма острого угла прямоугольного треугольника. Понятно, что эта сумма равна 90 градусов. А поскольку по предыдущему все эти углы равны, то все углы равны 30 градусам. В том числе угол 2 и угол 3. Ну, тогда 90 градусов минус 2 угла по 30, угол 6, обозначим так, тоже равен 30 градусам. Что требовалось доказать. Сейчас мы рассматриваем пункт В. Нам нужно найти расстояние от точки О до прямой СМ. Так. Для этого перпендикуляр пока проводить не будем. Мы найдем синус вот этого угла. Угла ПСМ. В прямоугольном треугольнике. Синус равен противолежащий катет на гипотенузу. Было известно БСР равно 6 корень из 21. Так. АСР на косинность 30 это и есть БСР. Поэтому АСР равно 12 корень из 7. Найдя АСР мы нашли что? Мы нашли АО. А поскольку вот тут угол был 60 градусов, у нас равностройный треугольник. Тогда мы нашли АБАО. это АСР пополам, то есть 6 корень из 7. Если у нас есть АБА, то мы находим БП. Каким образом? АБ умноженное на корень из 30. Поскольку там угол 30 градусов, это и есть БП. 6 корень из 7 умножаем на корень из 3 пополам. Получается 3 корень из 21. Находим БМ. К чему мы ведем? Понятно, да? К чему мы ведем? Мы находим сторону вот нашего треугольника. Так, БМ каким образом? БМ на корень из 30, это ЕСАБ. Тогда БМ равен АБ деленное на корень из 30. АБ было 6 корень из 7. Делим на корень из 3 деленное на 2. Так, 12 корень из 7 на корень из 3. Это БМ. Так, поэтому давайте его напишем чуточку по-другому. Получается тут корень из 3, так, 4, корень из 21. Таким образом, мы нашли ПМ. БМ 4 корень из 20, минус 3 корень из 20, ВПМ корень из 21. Осталось найти АСМ. Так, для этого. Так, АМ чему равно? Так, это 30 градусов, значит, это БМ пополам. БМ пополам. Так, тогда АМ до чему равно? БС было 6 корень из 21. Отнимаем это. Получаем 4 корень из 21. Для чего мы это находим? Мы хотим найти гипотенузу нашего прямоугольного треугольника. СМ. Оно равно чему? Теорема Пифагора. МД квадрат 16 на 21 плюс СД, то есть АВ квадрат. АВ квадрат 36 на 7. Как тут быть? Множители. Так. 4 и 7 можно вынести за скобки. Получаем 4 и 3 плюс 9, да? 4 и 7. Так. 12, 21. А 21, это и есть 3 на 7. Так, получаем 7 корень из 12. Это СМ. Таким образом, так, у нас синус гамма, который мы почему-то находили, он равен ПМ корень из 21 делим на 7 корень из 12. Так, а для чего мы находим синус этого угла? Если мы проведем перпендикуляр из точка О напрямую СМ, мы получаем тут ОАЖ, скажем. Мы получаем прямоугольный треугольник, в котором длина этого перпендикуляра, скажем, отрезок ОАЖ, он будет равен ОСИ, умноженное на синус гамма. А ОСИ, это равностронний треугольник, это ЕС АВ, 6 корень из 7, умножаем на наш синус. Так, что-то получается. Так. Корень из 7, корень из 7 умножаем так, 6, корень из 7, корень из 3, корень из 7, 7, корень из 3, и корень из 4. Ну, то, почему я так записал, понятно, да? Откуда это? Семерка сокращается вот с этими, корень из 3 сокращается, это у нас двойка, 6 делим на 2, получаем красивый ответ 3. Задачи по планиметрии традиционно считаются самыми, они не сложные задачи веге. Так. Любите геометрию, решайте такие задачи. Удачи вам! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...